С момента трагедии 30 декабря в Белгороде прошло ровно 40 дней. И сегодня сопредельно государство решило вновь напомнить о своей жестокости. Грохот был такой силы, и ни одна волна, видно, проскочила, потому что грохотало, трясло так, что думали сейчас завалиться. Испугались, забежали в ванную. На этот раз целью ВСУ стал жилой квартал. Пострадали трое белгородцев. Медики оказали им своевременную помощь. 42 квартиры в пяти МКД и еще два частных дома остались без окон. Да я, собственно, кофе пил на кухне. Услышал такой шум странный, тут же взрыв, увидел вспышку. Метнулся в коридор, вылетевшие стекла. Как меня не задело, я не знаю, не понимаю. В течение нескольких минут на место ЧП прибыли оперативные службы. Первоочередная задача – оценить повреждения и закрыть тепловой контур. Она с виду целая, я тоже зашла, там чуть разбитый, майлкон разбитый, но просто там еще внутри вот эта рама. Прямо с точностью, если раму сломала, мы поменяем. Если это все будет обмерщики, все смотреть. Если немножко там есть, если идет деформация, будем менять. Если деформации нет, или она в пределах как допустимого, то тут только восстанавливаем. Сегодня уже подрядные организации выполняют замер для восстановления остекления по постоянной схеме. И ориентировочно в течение 7, максимум 10 дней, если будут индивидуальные решения, будет восстановлено уже остекление по постоянной схеме с применением двухкамерных классических стеклопакетов пластиковых. Жителям предложили временно разместиться в одной из городских гостиниц, но белгородцы решили остаться дома. У кого-то квартира не пострадала, но осколками посекло автомобили. Вон побитые колеса, окна, дверка, стекла, зеркало, по-моему. Вот тут. Да. По каждой поврежденной машине составили акт. И после оценки ущерба владельцы получат компенсацию. Нагрузка, которая легла, еще раз повторюсь, без поддержки правительства, мы бы никогда не решили. Она является определяющей. Поэтому наша задача в прямом контакте с каждым человеком, который пострадал, и через все проблемы решать. Анастасия Ильина, Денис Бабков, Белгород Медиа.